Император, поди ниц, склонитесь, да, ооо, хорош, вот так вот, добрый вечер, добрый вечер, император с вами, гифку, пожалуйста, в студию, А вы, да, и сейчас будет сок, покажи что-нибудь еще, так, ну, ничего себе, да, да, они очень разные, конечно, интроверты, экстраверты, как он-то сделал, колдун, да, 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 до харизмы император ему далеко, пишет, да, спасибо тому, кто обновил статус, Сокол еще пришел, привет, чатик, как там третья карта Муна была, быстро ли можно было, можно посмотреть, обновление Ава, император играет прямо сейчас, Ава, Гэмбл, видимо, постарался, спасибо, Гэмбл, я думаю, что товарищи, которые будут получаться в процессе, они уже поймут, что происходит на экране, иначе вообще зачем приходить, там написаны никнеймы, в конце концов, нефанно говорит, смотри, срочно был огонь, а ты откуда знаешь, что жена там, тоже стрим смотрит, ничего себе, ну что, за хэппи, болеем за хэппи, одна победа, и выходит из группы Дмитрий Костин, простой стример, из Москвы, винрейт против Альянс 90%, что? Пока у него флоу, такая, ну, безупречная статистика, ну, по этому турниру 7-0, пока никому не отдал карты, 14-19, статистика, 7-ое место на азиатских квалификациях, ну, бывает, так, вышел, так, это его лучший год, и если он победит Хэппи, это же история, как это для Чимико, победители, клан Сок и Чимико, они взяли в несколько, очень, очень, проспектах, Хэппи, Баннинг, Экхо-Алс и Террена Стэн, твисты-кэнсилд, мы занялись 3-4, Норзен Айлс Хэппи, Сок выбрал Ластре Фьюдж, играем на Амазонии, хорошо, собрались, друзья, собрались, повторюсь, если у вас есть чай, там, водичка, заряжайте, заряжайте, сейчас, ази, собрались, собрались, по статистике в онлайне играли 13 игр, Хэппи выиграл 11, но это Лан, это Лан, это Лан, Да тихо, что что кричите, ну? Я собираюсь с мыслями, все, все в порядке, Сок от лица, как будто он проиграл, не заметил, ну и не обращал внимания на самом деле, в общем, что мы с вами можем сделать, Акалиты, что мы можем сделать, мы можем только верить в императора, не переставая, вот, вне зависимости от происходящего, император, как мы знаем, великодушен, император невозмутим, император хорош, вот, он, конечно, как и все мои, не без недостатков, ой, что я опять несу, блин, но он безупречен, безупречен, работаем, так что, кликать будем, да, хэппи, хэппи, смотрите, смотрите, спрятал Акалита, блин, на чем мы здесь не видели, мы каждый день эти трансляции смотрим, а где челлендж слева наверху написан, актуальный, так убить корейского Нубаса с счетом 2-0, окей, принято, 300 рублей, спасибо неизвестному, так, пошли контролить, собака доллар циркумфлекс, да, 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 все правильно, так, 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 Акалит блочит, бежит Хараси, Акалит терпит, к сожалению, Акалит умирает, не доконтролил император, нет, о, нет, да, прибегает ДК, смотрит, фейки, 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 замахи, оп, можно же, можно, императора не обманешь, первый Койл достиг своей цели кто кто добил декабр добил декабр добил дады к добил на она добить скелета о боже а вы а вы капец вообще все сделал как надо ну кроме околита на старт где где 2 левел архмаг что что с лицом архмаг знаете из этого из кадра в этот вам в этот момент направо повернулся ушел ему стыдно ему просто стыдно здрасте ну ауру все-таки получил там добил одного несчастного приста так хэйпи опять смотрите лбом просто про смотрит на экран из-под лобби как будто он уничтожает мы видим что экспант намечается тут у сока новые скелеты продолжается харасс очень хороший харасс продолжается в рабочий там на золоте нет правда возвращается короче сок не дает скелетам спокойно поубивать мирных людей злые они какие-то так дека немножечко наполучал в принципе 60 процентов первый финт контроль это перестреливается с элемом ну по всеми всем своим видом всеми своими действиями сок да показывает что он собирается делать эксп и уже все ждут уже финт на лапу смотрит что там когда прибегут ополченцы и они прибегают они прибегают элементарь конечно же сеточка сразу же потому что тролли играют за нас вы помните в решающих моментах они всегда играют за нас минус 2 рабочих второй левел получает дк да ладно финдом добил что почти добил он пытался финдом добить еще большого голема было видно что прям вот правый финт да тут еще один фут скорее всего сдохнет хотя может куэлл в этого мне не надо кайкалы тратить сейчас видимо да он подрезал рабочего подрезал элементаря как же он харассит какой же он псих там вообще должен был быть уже 3 а им ну так уже должен был быть 3 им но еще нет хотя близко блин на большое количество футменов но тут вопрос к лечу вопрос к обсидианочкам готовится хэппич он пока кайтит это все безобразием старается распределить дамаг попытается там нанести какой-то урон и не отставать при этом от вот от врага очень хорошо нахарасил хэппич очень хорошо нахарасил никто тут без второго уровня против третьего с половиной арахмага а и ошибка блин арноват кинул к сожалению правда подрезал одного нет кажется не успел и второй элем уже вызвано надо к очень бит и придется либо койл потратить нет наверное не стоит да надо отступать так спокойно пока мы ничего не потратили понятное дело что там там экспант все дела ничего не будет мне ничего не будет все нормально верим в победу подрезаем еще одного элементаря нет как он выжил то после этого удара было очень близко там буквально хит 23 максимум быстро после этого выстрела так т3 на половинку первая обсидианка там т2 стартанул подрезали как же он контролит видите какие финды финда мне очень хорошо но они терпеливо выполняют приказы императора да и пошла статуя причем статуи вы помните он же по протыкивает вручную чтобы постанавливался и маны и жизни близарды не предусматривали что будет такая возможность там где выбор либо ты ставишь одно на автокаст либо 2 на автокаст но император он как бы ему можно все он реально протыкивает каждые две секунды вот эту вот обсидианку подконтроливает протыкивает сейчас пойдет атака уже потому что обсидианка очень быстро восстанавливает жизни ману соответственно у нас не было потерь по финдам да он продал ману ну вообще да мана здесь будет второй герой низкого уровня сама мана а для чего если чуть раньше бы пропушить мэйн как-нибудь с большим количеством лима не знаю да дефа нет хэппи хорошо отконтроливает ой какая нова прям в кучу минус футмен что вообще всех всех унижает ворваться отменить две градищиеся вышки там буквально залп одним залп вторым вот зря пробежал декой столько маны потерял на этом до отменил две вышки уже хорошо там один элементарь увязался за обсидианкой обсидианка все еще восстанавливает вот здесь синенькая желтенькая синенькая желтенькая это вот и то и другое новую можно кинуть футов сзади вот там там прям куча куча было не не хочет можно наркмага хочет нюкануть неожиданно так третий уровень у деки вообще что-то шансов не вижу сока ну понятно т2 там бла-бла-бла арканки там мк выйдет какой-нибудь дотаскивает финт арбу чтобы не ослаблять вообще давление ни на секунду дистроеры готовятся как убиваться вообще собирается вышек нет blacksmiths нет 10 минут и все иливаем арба пошла уже работает и достроил все-таки blacksmiths гад так клич 2 покусит откармливает архмаг на самом деле сейчас андридонский до героев так арканка пошла шедер есть соответственно сейчас лечим футменов может попробовать напасть на вышке для того чтобы отменить опять грейды там сколько ну покажите ну блин это топс мне император недоволен а где нового часа реально можно такую новую да ну по трем попал до на вышке не отменил это плохо это плохо хотя еще минус 2 футмена а может на мэн пойти а давай на мэн пойдем хэпи читаю точно не знаешь там по вышкам но зачем сюда ломиться давай на мэн пойду а там как раз только вышки делают там такая халява да да но вот есть даже у императора такая тема что вот в темя шлась головы и все он давит 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 хотя мог сейчас просто такую геноцид устраивать рабочих на на мэне да упрямый согласен согласен destroyer появляется первый там пошел mountain king с двумя футменами несчастными отвлекать выходит рабочий что там по новым лич подходит начинает пулеметить сразу рабочих короче разбегаются от этого ламбер мил рошану четвертую баш базу не не хочется сзади потому что подходит сок 50 лимита у хэпича он готов выходить в 60 там 39 непонятного лимита магическую вышку пытается покуснуть конечно да все минус арканка будем кайлом спасатели закупка уже есть даже не тратить пока койл на финда нет тратит уже уже понятно что второй молотком он бы добивал его нового а5 мк очень терпит вообще без шансов даже не передает или порт ну я бы вышел на самом деле хэппи уничтожает просто уничтожает начнем с того что он не потерял ни одного финда ну так для начала просто я не говорю о героях там о ком-то еще до нами не уже все нормально поздно дошел сигнал до императора наш заходит прям к рабам но этот дк подставляется блин под магическую вышку а где 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 сеточка не сделали дальше сеточку даст только только доделалось окей хэпич продолжает давить минус еще один рабочий очень битый футмэн наверху но старается до старается отменить вышки перегруппироваться фокус по брейкеру отгоняет магическую вышку отбить да да выходит mountain king и пошли ополченцы сейчас могут быть потери молоток в деку в финда нет маны падает первый фильм там еще три финда окружились блин а вот сейчас минус просто до 1 3 освободил но кое-как проблемы проблемы у нас очень биты да и нормально отобьемся не не пишите друзья 53 лимита забей сейчас минус все рабы да 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 на дирижабль поздновато император взял ну спасти сейчас этого ну спаси ну тыкни наоборот ну что ты делаешь ну да это понятно да что но это был опасный момент на самом деле то есть такое спонтанное окружение реально спонтанное там окружать трех финдов причем в окружении участвовал вертолетик с сеткой это койл 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 отлично истра забирает диспол элементаля очень биты мк там правда биты и и финт до финт финт падает шредер очень биты не строй раз по сайт а он финт до спас дирижаблю как что там сомкой мк нормально у него все обом приходит уже лича вниз да вот опасно опасно 50 лимита на 40 опять же герои не умирали деньги есть минус в том что подкрепа хреново доходит то есть приходится постоянно как-то статуя все еще работает рабочие возвращаются на мэй на ошиблись ошиблись ребята им не по пути может койл в мку манна регенится хп регенится нет нет не будет шреддер чудом вы выжил вообще чудом рабочие подставляют сейчас очень сильного высока посмотрите просто караваны грабит хэппи минус 1 паладин правда выходит третьим минус 2 драк рейнджер к 3 до 455 из хэппича ловит 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 почему не словил там не успел забраться а три дестройера ой там подрезают финда на подкрепе ну вот этого я боялся как раз что а уже есть грейд на клинки у рыцаря молодец какой молодец вообще не хочет с мэйна реально уходить это вражеская база напомню новая отличная вторая влетает в рабочих минус 1 минус 2 минус 3 вертолетики вынуждены и лететь вперед сеточка койл еще одна сетка пошли ополченцы снова лич какого ловла четвертый да дестройеры живые вертолетиков нет конь со своим мечом сейчас не он ставится минус шреддер минус все вертолетики диспол на на коня ну в общем это гг 57 36 это уверенная в нот был момент конечно такой не неприятный с контратакой с зажатием финдов подрезает рыцаря еще одного жалко что не показывают актуальные уровни героев тут плашку убрали и мы смотрим ну там 442 скорее всего хэпича а там скорее всего 421 что-то в этом роде последние вышки последние рабочие на мэне айдестроера жалко пожалел койл думал что не хватит двух выстрелов вертолетом для того чтобы так пошел пошел молоточек финда добычи нет на мэне на самом деле тут сплошные потери просто у сока рейнджерка вторая только сейчас рейнджерка отступает мк новая обсидианочка ну и в общем то добычи нет и постепенно здесь можно продакшен убивать можно попробовать дома как-то от дефа от развода что единственное что может сделать сок это пойти либо крепится ну либо либо потери разводить пытаться тыкнуть в кассу да он ведет крепится просто нормально ничего страшного уверенно игра температуры очень уверенно единство с дирижаблем там еще помните налажал просто берет дирижабль внизу финт один умирает 2 умирает причем один там долго под станом стоит как будто он тыкал не от дирижабли на финна это на финда от финда на дирижабль ничего не происходило сок чешет нос времени у него много будет третий уровень уэмки но разница колоссальный по лимит плюс 20 лимит чем качественный тоже здесь лимит истры а бома чья эта карта это нейтральная карта нейтральная амазония оставалась после черканий после пиков дошли мы еще делать сейчас придется правда вернуться на x там 34 вышки но для дистроф это не такая большая проблема уже сеточка минус вертолетик на там три обычные вышки просто начинает бить экспант просто бить экспант он не может чинить нормально против 2 новый ох еще рабочие умирают а может просто телепортироваться не не успеет не успеет я думаю хэпич убить экспант к сожалению придется перегруппироваться перегруппироваться и давать бой ну ладно ничего страшного финн терпит падает сразу же дальше от отступает конь ну как отступает став улетает паладин на диване хорошо лишь немножко подставляется тут же реагирует император очень битый маутан кинг его некому лечить койл нова фокус-фокус и нет маутан кинга смотрите как так получилось непонятно непонятно там она не было у паладина на самом деле и все разваливаются но он пытается обсидианку за обсидианкой бежит армия кое-как убивает но слишком серьезными да не думаю надо просто хэпича сливать и стримчанский запускать потому что это не его это не его обратите внимание что хэпи не закрипал ни одной точки на карте весь тот опыт который он получил был либо на вражеских юнитах либо на вражеских крипах на добивание дк если правильно помню не возвращался вообще на базу ему все доносили ему доносили скелетов ему доносили там арбу личу он чуть-чуть вот так на на кайте возвращался но непосредственно базу вроде даже не забегал а в стане нельзя брать на борт юнита мне казалось что можно у милс там привет нет и и и и и и и и и Игры Happy обнадеживают, потому что, ну, очень высокий уровень игры. Видно, что на лане он играет не хуже, чем онлайн. То есть, еще и проблем с пингом меньше, и давление психологическое он явно серьезно не испытывает. Ну, посмотрите на его лице. Опять победа, да. Это хорошая гифка от неонавта. Да, что ж такое. Ооо, нет, я должен отвлечься секундочку до лидер. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Ребят, все, я ненадолго отвлекся, надо было, надо было, все, 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 все. Ну что, АВ, АВ императору, отличная игра, великолепный контроль, агрессивно давит, 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 давит. Без каких-либо шанвий. Были, конечно, недочеты, можно было на мейн раньше уйти, там не было бы вышек, он бы на халяву там все поубивал. Но кто мы, кто он, в конце концов. ПП говорит, хэппич, ну типа паузу надо поставить. Так, что, что, что эти смерды посмели? А, у него салфетка отвалилась. Да, ну, вы помните эту историю, очень низкие подлокотники, очень низкие кресла по сравнению со столом, и получается, ты должен подкладывать где-то сантиметров 15 салфеток для того, чтобы руки у тебя были на одном уровне с столом. Подлокотники, да, 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 под салфетники. Требует замену противника, это слишком слабо. Ну да, там малокрит, пачка такая, толстенные салфеток. Возвращаемся отлично. Так, император доволен. Едем дальше. Так, 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 гулечки, гулечки, настройка, там второй зекурат, здесь хорошо. Ну, сейчас карта как раз соковская. А Китай и Корея как-то готовятся именно к императору. Император к ним не готовится. Они к императору, наверное, и подавно, потому что у них там своя обстановка. Игроки топового уровня, друг с дружкой играть. Нам сложнее к ним готовиться, чем им, потому что у них больше сильных игроков. Корея, Китай в этом плане, конечно, с серьезным преимуществом. Так, смотрим, как контролит опять император. Вызывает скелетов. Блин, такие движения классные. Вы видели, как он вызвал скелетов, провел околито между. Не, ну у него, конечно, микроконтроли очень четкие. Пытается вытащить... Да, пытается вытащить мурлоков с сетками и големов сверху. Ну, удалось одного только забрать. Так, подконтраливает, вызывает новых скелетов. И одним героем развлекает армию Альянс. Опять специально пробегает мимо мурлоков, надежда на то, что они обновят свои сеточки. Хорошо. А как сок контролит, нам даже показывать не будут, потому что не на что смотреть. Так, продолжаем. О, тык в коня от императора. Хорошо. Ну, он один бросил вызов рыцарю смерти. Опять пытается выманить, но сок не поддается. Ну, где-где-где. Вот она, сеточка пошла. Хорошо. О, еще големчик вышел. О, щемида! Это скелет уже сделал. Это скелет. Ой, такая подстава просто. Хаос. Хаос. Император повелевает нейтралами. Склонитесь. Ай, не добил. Блин, второй уровень не получил. Там минус пара рабов. Минимум. Блин, а что-то плохо-то подобивал. Нет, очень плохо здесь император поиграл. Просто плохо. Блин, все, все, все. Ничего не попало, короче. Койлом. Не, нормально. Футмай накинул. Два койла минус. Но, тем не менее, там такое количество рабочих полегло. Так, Финт возвращается. Так, аккуратненько. Да, спыл какой-то негативный. Но он старый уже. Спыл. Ну, че ты такой злой? Не хочет оставлять. Ну, очень битый ДК. Ауры нет. Финды отступают. Финды перестреливаются с этим. С архмагом. Так. Ну, схема будет такая же, только старт не очень хороший. Потому что, в отличие от прошлой катки... Ай, недоконтроливают еще скелеты. Да ладно. Потому что здесь занят. Два с половиной архмаг. ДК на половину второй. Выходит лич. Хороший залп. Сделали три Финда. Все такое красное. До обсидианки тяжеловато будет. Футы пока справа. Ой, хорошие можно новую кинуть. А нет, там сплит уже появился. Специально или случайно, не знаю. Пятки в процессе. Зигурат под 50. Не отстает. Все равно император старается давить. Сложно, сложно. Авра, опять же, не добивает элементария. Еще справа. Дефенс сейчас будет по таймингу классно доделан. Новый, 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 новый. Прям куча же... Ну, куча же футменов. Есть. Хороший койл. Никакого окружения. И пошла обсидианочка. Можно контролить. Хотя... Что тут контроли? Тут все красное все равно пока еще. Пытается окружить. Может, вторую новую потратить еще. Архмак очень бесит со своими сапогами. Да, и приходится императору отступать на мейн. Жуть. Так, приходит сейчас. Приходит вторая псидианка. Мурлоки все еще помогают. Покажите, там ДК в контакте опять. Да, еле живое, еле живое, посмотрите. Может, прокрепится до второго на этих мелких троляха? Не, я забыл уже, император не крепится на нейтралах. Нейтралы ему поэтому помогают. С вышками все хорошо. Все уже там прогрейжено почти. Магическое, сгвардовское, еще одна делается. Ауры не хватает, чтобы это все дело кайтить. Ах, хорошее ново, можно фута добить одного. Но все равно не хватает еще немножко экспы для... Как он включает-выключает деф для того, чтобы принимать, с одной стороны, пирсинговые выстрелы от финдов, но при этом не терять мобильности. Бэкпэк, ждем арбы. Видим дестройера. Окружили финда. Да, вот так вот, минус финд. Да. Ну, если крепится просто на этой карте, видимо, поэтому сок ее выбрал. Ну, и все, еще нет второго уровня, адыки. Даже нет смысла сюда лезть. Да. Там такое количество рабов. Переходит МК, дестройер вылетает. Диспл пошел. Ой, ДК получает молоток, в окружении там рядышком лич. Ново, Койл, выходит, проба будет выйти из окружения, выходит из окружения. Еще один дестройер. Где Койл на дестра? Койл на дестра? Хорошо. Там статуя традиционная, третья, достраиваться должна уже, может даже идет, как раз это она. Как раз под первых дестров. Это стандарт тоже. Еще подрезает двух футменов. Ну, игра потихонечку начинает идти уже под диктовку Хэппи. По крайней мере, он начинает крепиться Хэппи. А, челлендж лост. А, там, видимо, был тоже у них ставка или челлендж какой-то. Что, типа, он выполняет, он не крепится. Можно, кстати, и левых закрепить. Третий уровень ДК, хороший потенциальный артефакт слева, может быть. Нет, он приходит просто на мейн. Там, правда, опять же, есть вышки. Т2. Да, ну почему он не продолжил еще одну точку желтенькую, не взял, не прокрепил. Челлендж лост. Да, минус 300 рублей, друзья, как минимум. Нельзя, нельзя, блин, время терять. Крипинг, крипинг, крипинг или пушить, крипинг или пушить, я не знаю. Ну, Хэппич выходит из лимита, он явно будет продолжать пуш. Вопрос только через, ну, в какой последовательности. Просто бегать за этими футменами несчастными и армией, которые очень медленно крепятся, не вижу особо смысла. Ну, а Дестройера добивает, добивает гнолов. Да, Т2, Т2, Т2 нет, соответственно, третьего героя, рыцарей, но зато есть брейкеры. Два грейда на атаку, второй доделался, только-только-только. Скролл оф зе бист, хороший сейчас момент для того, чтобы продавить вышки. Потому что два грейда на атаку, скролл оф зе бист, отличный урон. Да, убивается магическая вышка. А где, где, где? Что? Что, дает он нычку, что ли? Он не хочет явно сражаться с сок, потому что, видимо, скролл оф зе бист пытается перевести ополченцев. Но он здесь только все потеряет. Во-первых, а нет, все-таки телепорт, окей, перегруппировается. Очень странные действия от сок, он спонтанные, так скажем, спонтанные действия. Лича пытаются убить. Койл где? Есть Койл, все, нормальный. Свиток еще есть. Свиток, 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 свиток. И Койл еще один. Нет маны на Койл. Мана на молоток есть, и он... Это минус Лич. Нет, не может догнать. Ну, я бы вышел, на самом деле. Ну, да. Это минус экспант, скорее всего. Лимит уже на 15 меньше. Мне казалось, что там уже был рейндж под МКУ. Подрезается в брякер. Пф, вообще ези. Как он расконтролил это все. Так. Как только подходит сразу бодрящий залп от финдов. Минус Блэксмисс. Просто, чтобы можно было зайти внутрь. Мне кажется, может, да, да, да. Но рыцаря не сделать. Минус Гвардовская вышка. Опять назад перегруппировывается Хэппич. Принимает и готовится врага. Фокус по элементарю. Видит финда. Фростармор на финда. Ловит еще пару вертолетиков. А там пока Т3 доделается, забейте. Это, наверное, косарь на руках. С лесом проблемы. С экспандом проблемы. Да. Видите, он разрывается между необходимостью защищать этот очень важный экспанд. Просто рабочие все сдохнут. И тем, что он не может это сделать, нужно типа крепиться, хотя бы что-то делать. В результате все рабочие на экспанде погибают. Три-два героя на 4-4. Такая доминация идет. Несмотря на дико неудачный харасс на этот раз. Все равно, все равно Хэппич взял свое. И на героя, посмотрите еще сейчас. Там, правда, артефакты классные, но Хэппи не крепится. Он только одну точку забрал в этот раз. Бо-3 здесь. До двух побед в своей стандартном группе идет. Вообще. Интервьюшечки обязательно послушаем от Императора в конце этого матча. А зачем затягивать, действительно? Экспанда, считайте, уже нет. Он хоть там что-то и стоит. Но главного здания нет, рабочих нет. Это не экспанд, это недоразумение какое-то. Алтарь, скорее всего, надо будет сейчас жахнуть. Не лететь вперед, а именно алтарь бить. Не, он заходит, он просто заходит. Он просто заходит лимитом колоссальным своим. Паладин! Не зря Т-3 строил с паладином. Пешком возвращается домой. Потому что телепорта нет. Неплохо. Минус магическая вышка. Ловит вертолетики. И как сюда забраться еще? МК и брейкерами. Сейчас МК, кстати, тоже немножко будет терпеть. Койл нова. Нова. Койл будет. 11. Один с хитом остается. Не, Койл, видимо, был на старте или до этого. Немножко падает. Нет, Финда, он съедает. А Койл можно было кинуть в МК. Ну, там бутылек, но он был на КД, но... Не знал об этом Император. Да, сразу брейкер падает, которого стаффом спасает. Молоток минус Финд. Ну, последний рабочий пытается справиться с Финдами, а не под Фрост Армором. И умирает быстрее, чем, естественно, Финды. Сейчас минус МК, наверное, будет. Хотя... Не, ну тут все минус. Тут остается два героя, два брейкера, двое рабочих. И паладин выходит, такой полезный герой. Подлечи меня, подлечи. Все, отлично, не зря, не зря. На Мэйни... Просто кровавая... Да, минус МК. А что ж ты не подлечил? КД-то уже был. ГГ пишем, выходим 2-0, изи просто. Ё-моё. Аве, Аве Император. С первого места из группы выходит Линн 2-0, Сок 2-0. Да, говорят комментаторы, возможно, даже самые сильные выступления из того, что мы видели, вообще на Голде. Там уже и китайцы, да, молятся императору. Потратили только время Императора. Ну, будут знать теперь, будут знать. Все, Хэппи отдыхает несколько дней, пока остальные доигрывают матчи в первой групповой стадии. Топ-1, 4-0, все, изи. Ладно, дождемся интервью, и все, я после этого убегаю, друзья. Интервью сейчас прямо, прямо, прямо сейчас должно быть. Что там какие-то призы за выход из группы? Ну, там топ-8 получает уже призы из 16, поэтому, как бы ты ни вышел из первой групповой, уже получаешь какие-то призы. Если я правильно помню. Ну, зачем нам какие-то призы, правильно ведь? С такой игрой можно претендовать на хороший топ. И хочется загадывать. Это вот... Хэппи этим не занимается. Он как раз... Не то чтобы даже реально, я думаю, более пессимистичный, чем обычно оценивает свои шансы. Так, завтра у нас OC, LaLight, Cash, Colorful, Hunter, Fly. Короче, по матчу в каждой из групп четырех. Интересно, они раскидали все это по расписанию. То есть, это нижняя часть сетки, первый там из трех матчей, которые нас ждут. Они будут, скорее всего, еще три дня доигрывать. Ну, будем за Кэшу болеть завтра. Кэш начнет, соответственно, около часа, час 15. И интервью с императором. Давайте, пожалуйста, послушаем интервью. Абе, Абе, как у тебя ощущения после победы? И ты вышел из группы? Хорошо. Я не ждал. Ну что, на первом выйду? Я очень счастлив, я хэппи. С русского на... С русского на... А, нет, сразу китайский стиль. Это уже вопрос, Салидыч, пошел. Ты и 120-й. У вас есть какие-то различия? Вы самые сильные андэды в мире? Я думаю, что я хуже играю. Я старше. Я поэтому я хуже. Император не просто скромен. И ты вышел из группы. Ты хочешь выиграть турнир после того, как ты вышел? Я постараюсь вообще. У меня такие же ожидания, как в начале. Я постараюсь просто сделать... У них реально стали юбочки, покороче, поопратисти меня. Или они на выход императора переоделись. Нет, не знаю. Что? У тебя масса реплеев Теда на компьютере, ты всех посмотрел.